Внешняя прелесть 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 Устоявшись в Москве, Наталья продала свой бизнес в Рязани. По ее словам, самое страшное в модельном бизнесе – это кастинги, когда среди 150 девушек должны выбрать именно ее. Ну, слава богу, у меня не было провальных кастингов. И я попадала на те кастинги, где меня оценивали на высоком, да, давали высокую оценку, и, соответственно, я получала заказы. Поэтому таких провалов не было, и я себя чувствовала хорошо и спокойно. И после каждого кастинга я себя чувствовала еще более воодушевленной. 2016 год для Натали стал выдающимся и в плане конкурсов красоты. Впервые попробовать себя в них она решила в Рязани в 2013 году. Первый титул – Миссис Грация, затем Ростов – Миссис Фэшн Интернешнл. Перерыв в год и снова Рязань. Первое место – Миссис Элит, одноименного фитнес-центра, который проводил конкурс. Дальше – Москва, Питер. Отборочные этапы, титулы топ-модель – первые места. И в этом году победа на международном конкурсе красоты, который проходил в Колумбии. Мисс Сама Интернешнл. Я планирую обязательно участвовать на конкурсе, который должен быть апрель-май. Он будет проходить в Нью-Йорке. Это топ-модель вселенная или топ-модель мира. Это немножко два разных конкурса, но смысл у них один. То есть участие в этом конкурсе обязательно. Я планирую участвовать в Нью-Йорке в показах. И некоторые бренды я буду лицом этих брендов. И эти некоторые бренды будут на российском рынке. И я, соответственно, буду их представлять здесь. Представлять всемирно известные бренды. Такого успеха могут добиться многие в Рязани, считает Натали. Но чтобы стать моделью, нужна совокупность. Умение дефилировать, актерское мастерство, умение себя преподнести, работа на психологических курсах. В Рязани такого нет. Сейчас Натали ведет переговоры по поводу создания всеобъемлющего обучающего центра. О том, чтобы открыть кастинговое агентство, которое школу моделей вмещает в себя тоже. Я здесь знаю заинтересованных людей, которые бы хотели развивать это направление. Есть люди, которые готовы поддерживать меня. Поэтому я думаю, кастинговое агентство в Рязани – это очень такой близкий проект. Это даже не мечта. Это то, что я буду тоже реализовывать в самое ближайшее время. Участие и тем более победа в конкурсах красоты открывают для девушек многие двери по всему миру. Поэтому в 2016 году Натали реализовала проект, который вынашивала в своей голове. Она открыла Международный благотворительный фонд, направленный на развитие информационных технологий. Команда достаточно большая. Туда входят и программисты, и те, кто занимается продвижением информационных технологий. Это где-то около 8 человек, у которых еще есть свои помощники. Но я работаю именно с таким коллективом. Помощь в деле. Команда раскручивает начинающих предпринимателей. Например, тех, кто хочет открыть свой магазин, но не знает, как это сделать. Да и давние знакомые Натали с удовольствием обращаются в фонд. Это крупные магазины, это крупные психологические центры, которым необходима вот именно такая поддержка, помощь. И им обязательно было необходимо все структурировать. Создать систему внутри, чтобы проще было работать. У этой девушки есть свои секреты. Она мастерски справляется со всеми делами, но признается в одном. Самая большая проблема, я считаю, у наших женщин, это то, что они берут на себя много ответственности. И они не хотят ее делить с мужчинами, а еще лучше, если бы они ее передали мужчинам, это было бы просто идеально. Потому что я за такой, за правильный, грамотный домострой. Женщина, она должна поддерживать мужчину. То есть мужчина без женской энергии не может существовать. Он не может двигаться, он не может работать, не может развиваться. Ему нужна женская энергия. Так вот, задача женщины – беречь эту энергию в себе и, соответственно, отдавать ее своему любимому человеку. И за счет этой энергии он уже сможет добиваться много-много чего и эти блага нести назад своей женщине. Энергию приобрести женщина может, с одной стороны, извне, с другой – из самой себя. Натали нашла ответ на вопрос, как это сделать. Если есть живые цветы у женщины, они эту энергию растения отдают, совершенно просто так не берут в обратную. Я беру живые цветы, имею в виду срезанные цветы обычные. Потому что растущие растения, некоторые забирают энергию. Там нужно знать, где какое. Про эту девушку можно говорить бесконечно. Ее открытость, искренность и тепло, которое она излучает, действительно как неисчерпаемый океан. Если люди, боящиеся показать себя настоящим, сделают к этому шаг, они тоже добьются многого. В следующей программе «Человек в городе» мы выйдем на лед. Тренер хоккейного клуба «Рязань», входивший в состав молодежной сборной СССР, Олег Лаврецкий – наш следующий герой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова